Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец. Сегодня у нас уже 20 апреля 2023 года, после некоторого перерыва, связанного с выполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий. Мы возвращаемся к нашим обзорам. Надеюсь, они будут продолжать оставаться регулярными, информативными и максимально сжатыми. То, как вы любите. В сегодняшнем обзоре мы поговорим в частности о визите генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев. В ходе визита стало известно о том, что на ближайшем саммите НАТО будет обсуждаться вопрос присоединения Украины к Альянсу. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже успел заявить, что недопущение вступления Украины в НАТО остается одной из ключевых целей так называемой специальной военной операции. Кроме того, завтра открывается 11-й Рамштайн, на котором Украина будет просить союзников предоставить дополнительные системы и боеприпасы противовоздушной обороны, а также авиацию. Этот вопрос Владимир Зеленский также обсудил сегодня в Киеве с Йенсом Столтенбергом. Соединенные Штаты и их союзники рассматривают возможность введения полного эмбарго на любые товары из России. А в Соединенных Штатах 20 членов Сената и Палаты представителей обратились к президенту Байдену с просьбой прекратить либо уменьшить предоставление Украине военной помощи. Они это объясняют тем, что нынешние, как они говорят, бесконтрольные и безлимитные поставки оружия приводят только к эскалации и сближению России с Китаем. Из секретных файлов Пентагона стало известно о том, что Китай, а также Турция отказались предоставить оружие частной военной компании «Вагнера». В России Федеральная служба безопасности начала зачистку неугодных в собственных рядах. Ну а непосредственно ближе к полуночи сегодня прогремел взрыв в центре российского Белгорода. Как предполагается, там взорвалась ракета на перекрестке в самом центре, на перекрестке улицы Ватутина. Также российская сторона уже заявила о том, что упала украинская ракета, целью которой было уничтожение электрической подстанции. Официальных комментариев со стороны украинской стороны на данный момент не появилось. Итак, обо всем этом, друзья, поговорим далее в нашем обзоре. Сегодня генсек НАТО, Ян Солтенберг, прибыл с официальным визитом в украинскую столицу, где после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским стало известно, что обсудят члены Альянса на ближайшем саммите в Вильнюсе. Он заявил о том, что уже в июле на встрече в литовской странице столицы все страны Альянса готовятся обсудить вопрос вступления Украины и гарантии безопасности для нее. Цитата. Президент Зеленский поднял вопрос членства и гарантии безопасности. Это будет важным элементом повестки дня на этой встрече, и НАТО готовится к этому. Украина выбирает свое будущее с евроатлантической семье. Будущее Украины в НАТО и члены Альянса с этим согласны. Это ключевое заявление. Кроме того, стало известно о том, что уже завтра, 21 апреля, в ходе открытия 11-го Рамштайна, будут обсуждаться многочисленные вопросы предоставления Украине дополнительных систем вооружения. В частности, систем ПВО, в которых нуждается Украина. После вчерашнего взрыва, то ли спутника, то ли метеорита, то ли непонятно чего над украинской столицей, взрыв был виден во многих украинских областях, а даже в Средней Беларуси, что стало поводом для бесконечных мемов и шуток украинцам. Мы видим, никакой паники этот взрыв, собственно говоря, не вызвал. Люди настолько привыкли к войне, что их уже не пугает совершенно ничего. Тем не менее, этот взрыв еще раз актуализировал вопросы предоставления Украине дополнительных систем ПВО. И, как ожидается, завтра именно эта тема станет центральное обсуждение украинской делегации с представителями союзников. Президент Зеленский уже заявил о том, что Украина получила мощнейшие системы ПВО, и, в частности, американские системы Патриот. Сообщается, как минимум, о двух установках, которые поступили, последние от Германии. Ожидается всего поступления еще, как минимум, четырех систем Патриота Украины. И это наиболее актуально сейчас в свете того, что российская страна стала массово применять ФАБы. ФАБ-500 и ФАБ-1500. Управляемые авиабомбы, которые могут планировать на расстоянии свыше 30 километров. И они применяют новую варварскую тактику. Российские самолеты заходят к линии соприкосновения, сбрасывают эти ФАБы часто на гражданские объекты. А вы можете себе только представить, но лучше вам, конечно, не представлять, как выглядит воронка и последствия попадания даже ФАБа-500. Уничтожаются дома, гибнут простые украинские граждане. И с этой новой угрозой, поскольку системы ПЗРК не могут их достать на таком расстоянии, это должно уничтожаться штатными системами ПВО. Именно их сегодня не хватает на фронте, в первую очередь. И именно эти системы Украина должна будет получить от союзников. Как мы видим, Россия постоянно меняет свою тактику. Сейчас огромное количество техники, бронетехники, в первую очередь, сконцентрировано на востоке, в Донецкой области, в частности, и в Харьковской области, в том числе Луганской. И вот они контролируют 2% Харьковской области, напомним. Вот это все концентрируется от Купенска до Бахмута. Огромное количество техники, и они готовятся к нашему наступлению. Я настаиваю на именно этом термине. Наступление, не контрнаступление. Это будет правильно, поскольку мы будем наступать, а не проводить свое контрнаступление в ответ на их. Но паника, очевидно, серьезная, с чем связан, в общем-то, и недавний визит Путина в оккупированной Херсонской и Луганской области. Непонятно, правда, был это Путин или его двойник. Секретарь Совета Безопасности Украины Алексей Данилов заявляет, что это был его двойник. Ну, мы будем оперировать информацией подтвержденной. Подтверждение о том, что это был либо Путин, либо его двойник, нет. Но определенное сомнение этот визит, в частности, вызвал. В частности, в оккупированной Геническ. В России уже сегодня отреагировали на визит Янца Столтенберга. В частности, известный пропагандист Корнилов написал о том, что теперь понятно, что Столтенберг привез в Киев разрешение на обстрел Белгорода. Ближе к вечеру стало известно о том, что российский Белгород подвергся обстрелу, скорее всего, ракеты С-300, как предполагается. И в центре Белгорода на пересечении недалеко от электрической подстанции образовалась 20-метровая воронка. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Воронка Наватутина. Ее многочисленные видео и фото появились в соцсетях. Она есть, кстати, в моем телеграм-канале. Видео попадания можете посмотреть по ссылке под этим видео. Российская сторона также заявляла о массовых обстрелах Белгородской области. Гладков заявил о том, что за последние месяцы там от украинской агрессии, как он заявил, погибло 30 российских граждан. Как мы видим, накануне подготовки украинского наступления, ситуация в российском тылу начинает усугубляться. Активно работают представители русского добровольческого корпуса, сразляющегося на стороне ЗСУ против российской оккупации. И, кроме того, как сообщают российские паблики, это их информация, подчеркиваю, активно действуют украинские диверсионные группы на всей территории. Уничтожаются российские военные объекты. Опять же, это информация о оккупантов. Системы залпового огня уничтожаются. Уничтожаются военные городки. Расположение казармы российских оккупантов. Одним словом, активизировались, как сами заявляют оккупанты, активизировались украинские ДРГ, причем в самом российском тылу, внося панику. Все это является прямым указанием на то, что наступление украинской армии должно начаться и пройдет в ближайший день. Тем временем наши союзники подготовили дополнительный пакет санкций против России. Bloomberg сегодня сообщает о том, что США и союзники рассматривают возможность полного эмбарго на поставки любых товаров из России. По словам собеседников издания Bloomberg, официальные лица Большой Семерки обсуждают идеи в преддверии майского саммита, который состоится в японской Хиросиме. Эта идея должна быть поддержана европейскими членами Большой Семерки. Тем не менее, заявляется о том, что Германия, Италия и Польша остаются в тройке крупнейших европейских экспортеров товаров в Россию. Этот вопрос продолжает обсуждаться, пока президент Макрон поддержал так называемый китайский мирный план, по сути заявив о том, что эти переговоры должны уже состояться в течение ближайшего лета. Что свидетельствует о сложных, непростых отношениях внутри лагеря наших западных союзников и относительно перспектив завершения войны и относительно ведения санкций. Тем временем, в самих США ситуация продолжает накаляться. Так называемое трампистское крыло республиканской партии, 20 членов Паллады представителей и Сената обратились с письмом к президенту США. В нем они призвали прекратить помощь Украине в том формате, в котором она была до сегодняшнего дня. Среди подписантов этого письма Тейлор Грин, Марджери Тейлор Грин, известная трампистка, сторонница Тея Изагарева Кью Анон, а также Рент Пол, который до этого активно препятствовал предоставлению военной помощи Украине. Они заявили о том, что помощь США ведет к эскалации еще большему насилию, а также приводит к сближению между Россией и Китаем. США должны поддержать украинский народ, но безлимитные поставки оружия, говорится в письме, поддержку бесконечной войны это не один из вариантов. Конфликт должен получить развязку. В самой республиканской партии нет единого мнения. Значительная часть партии больше поддерживает действия Белого дома, предоставление военной помощи Украине, но, как мы видим, трампистское крыло активно сейчас начинает этот процесс топить. Поскольку влияние каждого члена Конгресса и Сената огромное, это может составить в будущем большую проблему для действий администрации Байдена. Поскольку американский Конгресс самостоятельный орган и каждый член Палаты представителей Сената супервлиятельный, избранный народом представитель, главный высший законодательный орган. Поэтому там каждый сенатор это огромная величина и конгрессмен, и поэтому безусловно с этим нужно работать. Тем временем Лавров заканчивает свое латиноамериканское турне, он посетил в ходе его Венесуэлу, Бразилию, Панаму и Кубу. Украина, к сожалению, проигрывает борьбу за глобальный юг и в Латинской Америке. Безусловно, нарративы российской пропаганды о противостоянии России с Америкой, они будут восприняты на ура, поскольку там очень сильны антиамериканские настроения. К сожалению, мы должны сказать, что этот латиноамериканский фронт Украина проиграла, причем проиграла полностью, и шансов исправить ситуацию немного, поскольку мы имеем всего лишь 6 дипломатических представительств во всех странах Латинской Америки, а у России эти конституции, я имею ввиду и посольств, и культурных центров Россотрудничества, более 100, то есть сравните 6 и 100. К сожалению, я об этом ранее рассказывал, потому что нельзя недооценивать действия президента Бразилии и Лулы. Глобальное влияние юга и стран Латинской Америки, Африки, Азии, оно безусловно способно склонить чашу, по крайней мере в этих регионах, в пользу России. Недооценивать этих действий России безусловно нельзя. Тем временем, из секретных файлов Пентагона стало известно о том, что Китай и Турция отказались продать оружие вагнеровцам. Согласно опубликованных секретных файлов Пентагона, Пригожин искал боеприпасы и оборудование в Китае в начале 2023 года. Однако Китай ничего не прислал по поставкам оружия, тем не менее, боевики смогли приобрести оружие в Беларуси, в Сирии и в Северной Корее. Как оказалось, Турция также отказалась предоставить вагнеровцам оружие, что в общем-то неудивительно на фоне и выбора в этой стране, и то, что портят отношения с американцами они безусловно не хотят. В российской ФСБ, как сообщают в Институте изучения войны, прошла внутренняя чистка от нелояльных элементов, искали утечку в российских спецслужбах. Также ФСБ провела широкомасштабную инспекцию внутренних органов безопасности. Сообщаются о том, что, в частности, были уволены также высокопоставленные сотрудники Росгвардии. То есть, такая внутренняя чистка по тылам связана, опять же, это понятно, перед наступлением. Украинская армия активно этим занимается, это чистка. Как мы видим, все сейчас живет и готовится к украинскому наступлению. Еще раз наставил на термины наступлению, не контрнаступлению. Российская страна также активно к этому готовится. И мы должны понимать, что тут многое зависит и от поставок вооружений, темпов их и, самое главное, от погоды. Погода пока в Украине, в частности, на Востоке, установилась дождливая. Это все работает против бронетехники, тяжелой союзников, в частности, танков Леопард, Челленджер, которые мы уже получили. Поэтому по объективным факторам и причинам, как мы понимаем, можем сделать вывод. Опять же о том, что, скорее всего, это наступление будет отложено до того момента, пока установится стабильная сухая погода. Как минимум на 3-4 недели. Это так, мысли вслух, что называется. Когда начнется украинское наступление, этого, безусловно, никто, кроме руководителя генштаба, президента, ставки главкома, никто этого не знает. Такие у нас новости на сегодняшний день, друзья. Спасибо за просмотр этого видео. Слава ЗСУ, слава Украине. Берегите себя. С вами был капитан украинской армии Тарас Березовец. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok